МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петроград 1919 года. В городе происходят обыски и аресты. Советская власть борется с контрреволюцией. Врагом народа может стать каждый, кто не соответствует требованиям пролетарского происхождения. Красный террор не разбирает правых и виноватых. Революционный трибунал выносит приговоры быстро и без апелляций. Представители свергнутых классов с ужасом ждут своего часа. В дверь могут постучать в любой момент. Все знают, что такое ЧК. О методах чекистов были хорошо осведомлены и петроградские бандиты. Они сразу смекнули, что для налетов на квартиры теперь можно обходиться и без оружия. Раздобыв мандаты ЧК, что тогда было достаточно просто, поскольку не имели эти бумаги каких-то специальных степеней защиты. Большинство таких документов изготавливалось даже не в типографиях, а вручную печаталось на машинках. Подделать штампы печати тогдашней можно было очень просто, поскольку тогда еще не взятые полностью под контроль большевиками типографии принимали заказы на изготовление печатей любых видов сложности. В общем, Белов использовал этот инструмент для ограблений зажиточных людей, еще не покинувших Петроград. Таких налетчиков называли самочинщиками. Они грабили под видом чекистов. Налеты на квартиры совершались по одной и той же схеме. Неизвестные, представляясь чекистами, отбирали все самое ценное и оставляли повестки, по которым пострадавшие должны были обратиться в ЧК для дальнейшего пояснения вопросов. Правительство потребовало объективного расследования. Для этого подключили сотрудников УГРО и специальную группу возглавил товарищ Бадунов. Он сам из Смоленской губернии. У него отца убили бандиты. И он совершенно сознательно пошел на борьбу. Он явился в Питер. Его сразу же практически взяли в уголовный розыск, потому что он был такой достаточно физический, умственно хорошо развит, в общем-то. И вот первое же его тело очень такое характерное. Дворник, обычный дворник. Бадунов заинтересовался, стал наводить правки. Да, оказался бывший платный агент царской охранки. Ну, это еще не факт. Безработица, бывший агент, надо же как-то жить. Дворник не значит преступник. Но Бадунов все-таки начал его разрабатывать. И выяснилось, что это главарь страшной банды, которая действовала в Выборгском районе сначала, а потом они делали налеты в Новгородской, в Псковской области. Там они в основном занимались зверскими убийствами вот этих бойцов-продотрядов. Причем что-то жутко. Вот это сам Григорьев сам, он сам лично выколол глаза семи, значит, этим бойцам. Ну, как обычно, кулацкий способ. Вскрыли им животы, набили зерном. Еще одного бойца. Они сначала вырезали звезду у него на груди. И, в общем, это жутко, конечно, все то, что они делали. Потом они его привязали к лошади. Семь верст гнали по каменистой дороге. И, в конце концов, его еще живого, его распяли на сосне. И вот с этой бандой Бадунову пришлось встретиться. И он ее разработал очень легко и достаточно быстро. Когда он понял, что он руководитель, он поступил, в общем-то, это тоже один из методов, он через свою агентуру дал знать, что где-то под Ленинградом, недалеко, на ночь должны остановиться в какой-то избе двое бойцов из как раз спортоотрядов. То есть он устроил засаду там, подманил их туда и всех там их, в общем-то. Отличить бандитов от настоящих чекистов было непросто. Удостоверения в те годы печатались на машинке. Обычный лист бумаги с поддельной печатью – дело нехитрое. Тем более угрюмые люди в кожанках одним своим видом внушали страх. Как не поверить таким товарищам? В конце концов, конфискация имущества – не самое худшее по сравнению с арестом. Многие пострадавшие были счастливы, что легко отделались. И далеко не все потом спешили в губчака, чтобы уточнить, правильно ли произведен обыск на их квартирах. Я бы сказал, где-то на 30% банды действовали под маркой чекистов и работников Головно-Уронска. Это объясняется очень просто. Это, опять же, до нашего времени дошло. Потому что в то время ЧК уже зарекомендовала себя как очень сильный карающий орган. Боялись ее страшно. Ну, кто боялся ЧК? Простые люди, у которых нечего было взять, они не боялись. Боялись ЧК именно те, которые, значит, знали, за что им нужно чего-то бояться. Поэтому вот эти люди, к которым приходили под видом чекистов, естественно, они знали за собой, так сказать, грешки, знали, что за ними водится. И поэтому они без особых усилий расставались, в общем, со своим добром. Сотрудникам уголовного розыска предстояло выполнить важную политическую задачу. Бандиты, которые выдавали себя за чекистов, порочили саму советскую власть. Ведь жертвы налетов были уверены, что имели дело с грозной чрезвычайкой. На смену ловким авантюристам, мошенникам дореволюционной России, среди которых высшим пилотажем считалось оставить жертву без принадлежавшего ей имущества, не прибегая не то что к кровопролитию, но даже к угрозам насилия, на смену этим людям пришли новые антигерои, новые преступники. Но силы были неравны. На миллионный город с сотнями воровских притонов и малин приходилось всего несколько десятков сотрудников УГРО. Они прочесывали квартал за кварталом и все равно не могли навести порядок в каменных джунглях. Фронтовая тактика здесь не годилась. Бандиты просачивались через любое отцепление, как мука через сито. Ночью это был их город. Как шутили тогда в Петрограде, до девяти часов шуба ваша, а после наша. Чувствовать себя в безопасности нельзя было ни на улице, ни дома. Что же это происходит, господа? Бандиты грабят. Чекисты грабят. Кому верить в наши дни? Кому верить? В начале 2000-х годов жертвами нападений в Подмосковье стали сразу несколько состоятельных семей. В их коттеджи врывались милиционеры. Они надевали на хозяев наручники и похищали из дома дорогие вещи и драгоценности. При этом никаких расписок, никаких повесток они не оставляли. Удостоверения сотрудников милиции не вызывали никаких вопросов у владельцев загородных коттеджей. Люди в камуфляжной форме уверенно заходили в дом и начинали проводить, как они говорили, оперативно-следственные мероприятия. Конечно, сотрудник милиции, он так или иначе в подсознании, особенно у граждан, скажем так, старшего поколения, он остается все-таки примером и образцовым законом. Граждане тушевались, не могли понять, что это такое. То ли это действительно, они как-то при нападении говорят, то ли это следственные действия, то ли работает ОМОН. То есть понять не могли, а вдруг действительно ОМОН работает. Но по дальнейшему развитию событий, когда они уже были нейтрализованы, понимали, что это к милиции не имеет никакого отношения, шел банальный разбой. Потому что форма у них была камуфляжная, которая ассоциируется с формой сотрудников наших силовых подразделений. И это вводило, как я говорю, впоследствии в замешательство. Так как это была система, то есть с определенной периодичностью совершались разбойные нападения, мы поняли, что четко группа сформирована, у всех роли распределены, продуманы были моменты совершения преступлений. Ну, началось с того, что на территории Наруфаминского района была зарегистрирована серия однотипных разбоев, которые были похожи по способам, по количеству состава участников, по одежде, манере поведения, да и по отношению к потерпевшим. То есть циничному, наглому в некоторости и беспардонному, если так можно на налетчиков сказать. Вот. Ну, был вывод сделан, что преступления совершены одной и той же преступной группой. За считанные минуты налетчики обчищали весь дом. Забирали все самое ценное, выносили даже аудиоаппаратуру и телевизоры. Выпытывали у хозяев, где находятся тайники, узнавали шифры домашних сейфов. Те, кто пытался сопротивляться, жестоко избивали. Насколько известно, те же самые удушающие приемы использовались для установления местонахождения денег, сейфов и так далее, и тому подобное. Вот. Это преступники абсолютно не брезгивались, считали само собой разумеющимся их применение. Да, оружие было. Причем оружие было, как последствия показалось, оказалось боевое. Это, сколько я помню, пистолеты Макарова были. Он был изъят в процессе обысков. Ну, а летчики, конечно, на поражение не стреляли, но, в общем, от разбоя до нанесения, причинения смерти потерпевшим шажочек небольшой. Налетчики вели себя нагло. Говорили, что им, сотрудникам милиции, никто не может предъявить никаких обвинений. Они находятся при исполнении служебных обязанностей и вправе делать все, что считают нужным. Налетчики подавляли волю своих жертв, не оставляя надежды на какую-либо помощь со стороны. Люди оказывались бесправными в собственном доме. Для сыщиков было делом честь найти и обезвредить эту банду оборотней в погонах. Впрочем, это были обыкновенные громилы. Ну, какие они оборотни, если к милиции не имеют никакого отношения? Налетчики, выдававшие себя за чекистов, оказались уголовниками из банды Ваньки Белкина. Известная личность. Сидел еще при царе за грабежем. О банде Ваньки Белки, как его называли сами уголовники, ходили легенды. Это была самая крупная банда в городе. Они вершили дерзкие дела. Поэтому считалось, что сам главарь банды – головорец с богатым тюремным прошлым. Так думали даже в милиции. Но на самом деле Ванька лишь выдавал себя забывалого уркагана, чтобы придать своей персоне больший вес в криминальном мире. Действовал нагло совершенно. Вот он приходил со своими товарищами в конкретную точку, к конкретному человеку. Объявлял о том, что мы сотрудники ГПУ. Тогда там еще ГПУ ЧК, еще там не совсем было сформировано. Вот у вас есть достаточно накоплений, у вас есть связи с заграницей, вот мы вас, так сказать, конфискуем, проводим у вас обыск. Выдавайте добровольно. Ну, добровольно никто, конечно, не выдавал. Проводили понятых, приглашали, проводили обыск, оставляли протокол. И анаглость еще заключалась в чем? Они забирали вещи, останавливали транспорт на улице и тоже предъявляли мандат ЧК. Говорили, надо нам конфиската доставить по месту. То есть это было безобразие. Но надо сказать, что Белов был не единственным из действовавших тогда преступных главарей. И, наверное, на фоне других собратьев по криминальному ремеслу его отличала личная дерзость и наибольшая многочисленность преступного коллектива. Достаточно сказать, что в банде Белова было больше 50 уголовников. Тогда как для сравнения у пресловутого Леньки Пантелеева таких подчиненных насчитывалось не более 20. В уголовной среде Петрограда мало кто догадывался, что Ванька Белка – обычный фраер. На криминальную дорогу этот морячок по фамилии Белов встал уже после революции. Он никогда не сидел в тюрьме. Но всего за два года достиг необычайных высот в своем новом ремесле. Его именем теперь даже пугали детей. На счету бандита помимо сотен краж, грабежей и налетов числилось 27 убийств. До 1917 года он был матросом Балтийского флота. Причем, поскольку флот, большая часть его кораблей никак не участвовали в сражениях Первой мировой войны, а базировались в Кронштадте, естественно, бездействие флота, оно сказывалось определенным образом и на психологии морячков, братишек. Не случайно многие из них, большинство из них, приняли самое активное участие в революционных событиях начало 1917 года и в октябре 1917 года. С Балтийского флота возвращались разные герои. Одни промышляли под черными знаменами анархии, выдавали себя за блатных, грабили и убивали. Другие, те, кто расливал русский флот большевистскими идеями, назначались на ответственные посты в ЧК и в Угро. Они имели право экспроприировать и расстреливать на законных основаниях. Сыщики и бандиты появились из одной среды. Они хорошо разбирались в повадках друг друга. Может быть, поэтому никто долго не мог взять верх. Банда Ваньки Белки уже почти год наводила шорох по всему городу, а ликвидировать ее так и не удавалось. И это... Это что такое? Это что такое? Это называется красный террор? Да одни бандиты кругом. Ну уж как-то... Как-то разберитесь, чья власть в городе. Расследование нападений на загородные коттеджи было взято под особый контроль. Обнаглевшие бандиты продолжали совершать свои нападения в милицейской форме. Очередная серия налетов была совершена в удаленных от шоссе поселках. Бандиты выбирали отдельно стоящие дома, которые не были оснащены системой видеонаблюдения и не охранялись. Если вы видите перед собой работника милиции, у него нет никаких постановлений, с собой никаких бумаг, только удостоверение, и он говорит вам, что ему необходимо проникнуть в ваше помещение и провести какие-то оперативно-развитные мероприятия или какие-то следственные мероприятия, ни в коем случае его не пускайте. Попросите, чтобы он в глазок, либо в видеокамеру, если это дачный участок, либо через дверь каким-то образом сообщил вам номер своего удостоверения, фамилию, имя, отчество. После этого позвоните либо в дежурную часть вашего района, либо в прокуратуру, либо в милицию. Какие телефоны у вас есть, в конце концов, это можно выяснить по службе 09, по справочной телефону местной дежурной части. И выясните, работает там такой работник милиции, не работает. Если вам скажут, что действительно это так, да, это санкционировано судом, попросите все реквизиты данного постановления, сверьте их с тем документом, который есть у работника милиции, тогда пропускайте. Сыщики подробно анализировали все зафиксированные нападения на коттедже. Вполне возможно, что на счету банды были и другие налеты. Где грабители могут появиться в следующий раз? Выйти на след банды не удалось. Оставалось ждать, когда банда вновь проявится, пойдет на очередное ограбление и совершит ошибку. Сыщикам удалось убедить одного из бандитов помогать следствию. Он согласился. Его взяли случайно, во время одной из облав. Порешили на том, что бандит позвонит и наведет Угро на самого Ваньку Белкина. Контакт с завербованным членом банды поддерживал молодой сотрудник Угро Александр Скальберг. Он был уверен, что вскоре удастся схватить главаря банды. Осведомитель давал гарантии. Взамен он просил только личную безопасность. Говорил, что никаких наград ему не нужно. Такая бескорыстность настораживала сыщиков. Но других вариантов не было. До сих пор милиции не удавалось так близко подойти к неуловимому Ваньке. Работать на органы согласился один из его ближайших подельников Сашка Баянист. Белова не удавалось поймать ни в одном притоне, ни на одной малине. Он словно чувствовал, что уголовка готовит засаду. Всегда уходил чуть раньше, чем появлялись милиционеры. Бандиты, которые оказывались не так расторопны, удивлялись этому уникальному свойству Ваньки Белки. Некоторые даже болтали, что в милиции работает его человек. Поэтому и держит бандит весь город столько времени, а до сих пор живой. В 18-м году был впервые арестован во время вооруженного налета. При задержании он на повал застрелил пытавшегося арестовать его милиционера. Значит, был направлен в революционный трибунал, который с учетом пролетарского происхождения и Матросского прошлого приговорил Белова к 20 годам лишения свободы. Белов очень быстро из-под стражи бежал и уже к началу 19-го года стал профессиональным уголовником, разгонщиком. После первых же мокрых дел в банде сложилась жесткая иерархия. Главаря боялись за необузданный нрав. Он мог пришить любого несогласного с ним. Ему удавалось держать в кулаке всю свою многочисленную братью. И к каждому он находил особый подход. Кого-то брал на испуг, так, чтобы поджилки тряслись, а кому-то просто наделял большую долю при дележе добычи. Как и на любом военном корабле, здесь попадались разные типы. На суше один с другим может и не присел бы рядом, но куда денешься с вахтой в открытом море? Такие порядки нравились не всем уголовникам. Телефонный звонок раздался. Половина второго ночи завербованный бандит просил личной встречи. Он готов сообщить, где главарь банды будет завтра. За информацию требовал денег. Сотрудник УГРО Александр Скальберг тотчас отправился по указанному осведомителям адресу. Встречу назначили в Таировом переулке. Там ему должны были сообщить, где объявится Ванька-Белка в ближайшие дни. Предварительные договоренности о каких-либо деньгах за информацию с членом банды не было. А цене предстояло торговаться. Но меркантильность осведомителя успокаивала. Теперь его мотивы сотрудничества с милицией были понятны. Никаких подвохов можно было не опасаться. Это была последняя операция сыщика. Осведомитель лишь делал вид, что желает помогать милиции. На самом деле бандиты давно готовили план мести за своих убитых бойцов. После недавних облав в городе сыщикам удалось ликвидировать сразу нескольких членов банды. Ванька-Белка теперь посылал ответ своим врагам. Он приговорил сотрудника УГРО к смерти. Он когда пришел на эту квартиру его там ну зверски просто там они вести зале его страшно его потом когда уже оперативники занялись этим делом его с огромным трудом опознали потому что его ко всему прочему еще и четвертовали. Ну понятно что это произвело конечно определенное впечатление. Бандиты сделали вызов уголовному розыску. Они вели себя так как будто уже никого не боялись ни чекистов ни милиционеров ни человека с ружьем. Ванька Белка возомнил себя хозяином города. Кровь невинных жертв совсем помутила его рассудок. Криминальная анархия дошла до абсурда. Гады Сашку ножом всех к стенке беспощадно до последнего бандита. Всех к стенке беспощадно до последнего бандита. И вдруг у оперативников появилась информация, что бандиты готовят очередной налет. Такой шанс нельзя было упускать. О составе и дальнейших планах банды оперативники узнали от одного из налетчиков. На него вышли, когда он пытался сбыть похищенное. Общая сумма ущерба, которые грабители нанесли своим жертвам, достигло уже 11 миллионов рублей. Рано или поздно имущество, которое вывезли из коттеджей, должно было оказаться у скупщиков краденого. Теперь был известен день и время очередного запланированного налета. Оперативникам оставалось грамотно принять сразу всех оставшихся на свободе бандитов. Когда задерживали одного из фигурантов, он видит, что приехала милиция задерживать его, он оказал сопротивление сотрудникам милиции и стал стрелять на поражение из-за охотничьего ружья. И соответственно, слава богу, никто из сотрудников не был ранен, но его задержали. Налетчики оказались бывшими спортсменами. Но во время задержания им не помогла ни спортивная подготовка, ни оружие, ни фальшивое удостоверение сотрудников милиции. На допросах бандиты уже не были такими дерзкими. Оказалось, что за их похождениями в милицейской форме стояли не одни лишь корыстные мотивы. Налетчики просили с нисхождения, ведь они грабили по идейным соображениям. Все это напоминало самочинщиков революционных 20-х годов. Почему не совершить преступление в отношении жителей Москвы, которые и так имеют изрядный доход и, скажем так, по их мнению, не обедняют совершенно, если у них какой-то кусок отнять. Если он живет в таком нормальном коттедже, нормальной машины имеет, значит, нажиться честным путем он как бы этого не смог, они что-то типа вроде Урбенгудов. Вот и все. На суде самые активные члены банды были полностью признаны виновными в бандитизме и разбойных нападениях. Они жили абсолютно спокойно, считали, что их никогда не найдут и милиция, собственно говоря, этим разбой никогда не раскроет. Этим они обусловили тем, что они использовали маски, камуфляж, быстро делали свое дело и уходили. На это они рассчитывали. Но, еще раз повторюсь, что как бы злодеям не казалось, что они совершают потенциально нераскрываемый разбой, это глубоко они заблуждаются. В любом случае по преступлению идет кропотливая работа. Никто никогда на произвол судьбы не бросает. Будет, естественно, долг раскрываться, но медленно, верно, к финишу пройдет. Михаил Андреев осужден на 12 лет лишения свободы. Андрей Серегин на 9. Их отправили в исправительную колонию строгого режима. Но еще двоим участникам налетов все-таки удалось избежать тюрьмы. Наконец-то с бандой было покончено. Это были абсолютные отморозки. Двоих вообще признали невменяемыми и отправили на принудительное лечение. И вполне может быть через несколько лет их тихо выпустят из этой больницы и не опять примутся за свое ремесло. И опера снова и снова день и ночь будут их ловить. Круг замкнул. Угро объявил настоящую войну банди Ваньки Белкина. Начался методичный отстрел и бандитов в живых оставалось все меньше и меньше. И только самому главарю пока удавалось избежать революционного суда. После гибели товарища по оружию Иван Бодунов поклялся отомстить убийцам. Вскоре сыщикам стало известно, что убийц было четверо. Они сами хвастались, что расправились с Легавым. По всему Петрограду ходили слухи об этом зверском убийстве. Его совершила боевая группа из банды Ваньки Белки. Этих извергов вылавливали по одному. Всего через две недели все исполнители убийства были расстреляны. Кольцо вокруг главаря банды сжималось. В этой связи через две недели после того, как в Москве 12 апреля 1918 года силами красных латышских стрелков, подкрепленных кремлевскими курсантами, подкрепленных автобронеотрядом, порядка 20 бронеавтомобилей, были использованы для того, чтобы зачистить, выражаясь современным языком, более десятка московских особняков, где нашли свои временные обиталища, фактически это оказались огромные хазы, малины, места доставки краденого, места укрывательства уголовников, клубы анархистов. В Москве эта операция состоялась 12 апреля 1918 года, в Петрограде аналогичная операция прошла через две недели, 26 апреля. Ну, надо сказать, что, конечно, эти и другие меры, они в определенной степени повлияли на обстановку в городе, но коренным образом изменить ее не могли. Он понимал, что попал в оборот и решил залечь на дно. Ему ничего не оставалось, как спешно покинуть город. Но ему нужен был последний удачливый фарт, чтобы возобновить дело на новом месте. Для финального крупного налета в банду набирали людишек из притонов. Но никому из засланных агентов так и не удавалось туда внедриться. Иван Бодунов сам отправился искать контакты с бандитами. Он должен сыграть роль Блатнова. Уличный опыт юности помогал выглядеть вполне натурально. У сотрудника милиции были хорошие учителя по жизни. В любом притоне этого хваткого соскаря признали бы за своего. милиции 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 и что касается Будунова то он обрядившийся в униформу бандитов тех времен а это было удлиненное пальто из-под которого обязательно должны были брюки клёш матросский выглядывать не менее чем с 35 сантиметровым шириной и кепочка молокозырка в общем обрядившись в такой выражаясь современным языком прикид Будунов несколько недель изображал попавшего на мель начинающего уголовника одиночку готового прибиться к любой сколько-нибудь крупной авторитетной банде и так продолжалось до тех пор пока некий случайный собутыльник не подсказал ему что вот есть такой самый авторитетный самый крутой в Петрограде главарь Пахан Ванька Белка Иван Белов штаб-квартира резиденция которого находится в доме его любовницы Именно там прячется матерый бандит Операция по его устранению считалась самой главной С других участков города к окруженному логову налетчиков перебрасывали почти весь личный состав УГРО Сыщики хорошо понимали что если Ваньке Белке удастся ускользнуть и в этот раз он сразу сорвется из города и будет недосягаем После того как удалось установить что бандиты действительно постоянно столуются в этом собираются в этом доме в марте 1921 года буквально за считанные недели до начала кронштадтского мятежа этот дом был взят штурмом Причем этот штурм длился несколько часов у бандитов там оказались изрядные запасы оружия и патронов у них был выставлен в подъезде часовой то есть подойти прямо к дверям квартиры работникам милиции не удалось в перестрелке погибло около десятка бандитов и двое милиционеров но удалось когда гранатами расчистить вход и пустить туда милицейских собак по одной из версий Белов застрелил свою сожительницу а потом покончил с собой по другой менее романтичный был убит в перестрелке для молодого петроградского уголовного розыска это была первая крупная победа большая часть его шайки тогда была взята с поличным и впоследствии через опять же считанные дни расстреляна а большинство сотрудников ленинградской петроградской милиции участвовавшей в их ликвидации опять же буквально через считанные недели в составе добровольческого милицейского батальона с оружием в руках пошли на лед финского залива для того чтобы взять штурмом мятежный взбунтовавшийся против диктатуры пролетариата Кронштадт за 10 месяцев 20-го года в Петрограде были ликвидированы 32 банды налетчиков по уголовным делам арестовано несколько тысяч человек бандит бандит ответил за все спокойствие в городе далось дорогой ценой но затишье длилось недолго через несколько дней грабежи возобновились дал о себе знать знаменитый Ленька Пантелеев Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин